27-летняя Кейт Макклюр ехала в Филадельфию, чтобы навестить друга, как вдруг у нее закончился бензин и ее машина остановилась на полпути между штатами. Девушка очень нервничала, потому как раньше никогда не попадала в подобные ситуации. Она не знала, что делать, но на ее счастье ей повстречался добрый человек, которым оказался бездомный по имени Джонни. Как только он увидел, что девушка съезжает на обочину, то сразу понял, что что-то не так. Он сказал ей вернуться в машину и запереть двери. Через несколько минут он вернулся с красной канистрой бензина, потратив на нее свои последние 20 долларов, чтобы она могла безопасно добраться до дома. Джонни попросил девушку вернуться в машину и запереть двери не потому, что боялся, что сейчас пропьет деньги и начнет буянить, а потому что снаружи было небезопасно. На тот момент Кейт ничем не могла платить бездомному, кроме простого человеческого спасибо. После этого в течение нескольких недель она останавливалась в том же месте. Она дала ему деньги за бензин, а также куртку, перчатки, шляпу и теплые носки. А также она давала ему несколько долларов каждый раз, когда видела его. Однажды, когда она купила ему несколько зерновых батончиков, Джонни повернулся к ней и спросил, хочешь? После этого случая сердце Кейт окончательно разбилось, и она решила оказать бездомному более существенную помощь, чем несколько вкусняшек и пары долларов. Тогда девушка решила создать благотворительную компанию на специализированном сайте, посвященную Джонни, и вскоре пожертвования превысили первоначальную цель в 10 тысяч долларов. Пользователи с невероятным рвением продолжали переводить деньги и вскоре сумма пожертвований достигла 100 тысяч долларов. После достижения суммы в 100 тысяч долларов, Джонни попросил Кейт приостановить компанию, потому как не хотел, чтобы люди подумали, что он просто решил воспользоваться ситуацией. Как бы там ни было, но позже Кейт снова запустила компанию, потому что интерес пользователей к судьбе Джонни и не думал уменьшаться. Тем самым им удалось собрать гораздо большее, чем вы можете себе представить. Спустя некоторое время, Джонни поведал информацию о себе. Во время службы в морской пехоте, Джонни был специалистом по боеприпасам. Затем он успел поработать пожарным и фельдшером, прежде чем для него наступили тяжелые времена. Кейт собирала деньги для Джонни. Собранные средства уйдут на оплату аренды квартиры, надежный автомобиль и будущие расходы на первых 4-6 месяцев. Объяснила Кейт цель сбора средств на сайте компании. «Джонни очень заинтересован в поиске работы. Я считаю, что место, где он будет иметь возможность помыться и как следует отдохнуть каждую ночь, сможет вернуть его к нормальной жизни», – писала Кейт. Также была бесценная реакция Джонни, когда он впервые узнал об устроенной в его честь благотворительной компании и сколько денег удалось собрать с ее помощью. «Боже, это потрясающе! Это невероятно!» – были первые слова Джонни. Затем ребята стали рассказывать ему, как много людей и в каком количестве они жертвовали деньги. А Джонни сидел и никак не мог поверить своему счастью. По сообщению New York Post, Джонни хочет устроиться на склад Amazon в Роббинсвилле, штат Нью-Джерси. И сотрудник отдела по подбору персонала откликнулся, сказав, что готов помочь мужчине занять место в компании. А тем временем, на момент написания статьи, сумма пожертвований уже была больше, чем 350 тысяч долларов. Когда бездомный по имени Джонни отдавал свои последние 20 долларов, то это вовсе не выглядело как инвестиция. Тем не менее, они вернулись к нему с огромными дивидендами. Доброта и самопожертвование – самые ценные качества, которые сегодня встречаются все реже. Поэтому Джонни заслужил каждый пожертвованный цент. Также не забывайте помогать тем, кому необходима помощь. А как бы вы поступили на месте Джонни? Напишите об этом в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, где еще будет много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!